Нам нужны новые союзники! Приветствую вас, друзья! С вами Верус, и мы отправляемся, похоже, вновь в мистический сон. Так, в любом случае тут сразу похинуть локацию нам предлагают, лишь таким вот образом. Хотя, я думаю, на самом деле, наверху тоже могли бы там... Пусть немножечко атмосферу бы они ломали, но если бы кони здесь стояли, было бы удобно. Просто банально удобно. Мы бы быстро и легко выбирались бы с этого места, с этого собранница, которая нам столько интересного всего принесла. Так, уходим. Выходим. Хотите освежить познание. Вопрос я не пойму, только зачем, но вот на этом собрании прям все фиксированы основные персонажи. О, сектор завоеван. Серьезно? Это вот как раз с кем мы союз подписали. Сектор был завоеван. Требования лесопилка, дубильня. Ну-ка, давайте сюда сейчас легион мы перебросим. Ну, то есть, союзник нарисовался и сразу его регион считается нашим. Нам тут рядышком пройти? Ну, окей, хорошо. Пройдем пока что рядышком. Место... А! Хотя под... А, нет, я прокачался все правильно, да. Да. Это место захоронения на склоне горы является священным для верберских племен Носомонов. А они приезжают сюда, чтобы искать мудрости своих предков в трудных делах. Ну, тут вновь заблокированы. Точка, ну, опять же, не совсем понимая, зачем. Вот, допустим, она, она даже не участвует в диалогах. Хотя, ну, там, максимум, перекличку с Калидой устроили. Это, наверное, Калида. Ей местечко выбивает. Подружку. Нашла себе. Чтоб не скучать одной. А то, говорит, как-то нехорошо. В мужской компании. Я однажды видел такое место. Похоже, но другое. Такое странное ощущение от того, что я снова увижу такое. И там, похоже, нам нужно перейти в пещеру. Он как раз на другой стороне. Точка перехода виднеется. Но пока поговорить ни с кем нельзя. Максимум, если, я думаю, здесь диалог какой-нибудь сработает сейчас. Нет. Нет. Вновь нет. Мы просто идем по серпантину. Назовем это так. Серпантин. С вами мы можем... Так. Почему старичный разрешает чудесам топтаться по могилам наших предков? Это точки... Входа-выхода все-таки. Может и в пещеру входа оба. Ну, давайте поговорим сначала с Ланджей. Может, она какое-нибудь наставление сделает для нас. Ты готов? У меня есть пара вопросов. Спрашиваю. Где Мидур? Мидур сделал свой выбор. Он готов поддержать тебя. На его взгляд, этот ритуал с обращением к предкам является лишь насмешкой над тобой. Тут нет остатков моих предков. Разве ритуал сработает? Предкам много известно. Поговори с одним из моих. Я уверен, что кто-нибудь отзовется и даст ответ. Как именно все проходит? Нужно выбить ритуальное молоко и зайти в гробницу твоего предка. Истина откроет тебя во сне. Откуда мне знать, что вы мне не соврете, рассказывая о ваших видениях? Того, кто соврет в столь священном для нас вопросе, духи подвергнут суровому суду. Перед тем, как начнем, я хотел бы поговорить с другими старичными. Конечно, не спеши. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, учитель. Сейчас пойдем переговорим. Чисто-земцы, прошу вас проявить уважение к священному месту. Мне крайне неприятно видеть чужака в этом священном месте. Что же мне сделать, чтобы завоевать твое доверие? И как ты только уживаешься с другими старейшинами? Давай, что делать? Я жду наставления от предков. Если кто и сможет меня переубедить, то это они. Вот только не уверен, что они станут. Я не понимаю, я же ничем тебя не обидел. Тут нет ничего личного. Просто ты являешь собой смертельную угрозу нашему образу жизни. И как ты только уживаешься с другими старейшинами? А это уже не твое дело. Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь. Надеешься посеять смуту в наших рядах, вбить клин между нами. Знай же, что ничего у тебя не получится. Быть может, я не всегда схожусь во мнении с Зилом, Мидуром и Ланджей. Но наши племена держатся и процветают на взаимодействии. Мы не враждуем друг с другом. И против тебя мы будем едины, как пальцы на моей руке. Окей, хорошо. Вы римлятин безродны. Вы не знаете своих предков, и ваши ублюдочные боги не имеют здесь власти. Мы тоже молимся нашим предкам. В наших домах мы вешаем маски, через которые воздаем должное нашим прародителям. В отличие от ваших духов, что привязаны к этой земле, силы наших богов не знают границ. Я не терзаю себя вопросами духовности. Я мужчина с более материальным взглядом в жизнь. Давай, чтоб ты знал. Я слышал иное, будто вы поклоняетесь могущественным созданиям, которые правят вами из другого мира. Боги те же предки. От них мы берем свое начало. Можно сказать, что они есть сердцевина ствола моего семейного древа. Мы воздаем молитвы как богам, что защищают наше общество, так и предкам, которые оберегают наши семьи. Как по мне, то все это одно и то же. Вы разделяете богов точно так же, как и верность. Иного я от римлянной не ожидал. Вы избиваете всех с толку своими сложными, пространными речами, дабы исказить истину. Ну. И в хвост тебя. Похоже палкой. Потому что он, ну, вряд ли нас поддержит. Ему даже уникальную картинку не дали. Заходить в места упокоения плохая примета. Что ж, тогда одолжи мне своей удачи, табад. Отдам тебе все, что у меня есть. Только будь добр. Вернуть мне ее обратно после ритуала. Так, они здесь. Оу. Берсерк. Прямо еще. Нападение. Все-таки нападение. Реально. Ох, на шпагат. А, не. Это колчан стрел у нее выпуклась. Давай, давай, тревогу. Вставайте, римляне. Они задумали убить вас. Так, нанести поражение. Ну, да, я же говорю, ему палкой сейчас будем прививать культуру. Ланжа должна выжить. Она с нами, кстати, будет сражаться сейчас. И уничтожить всех врагов просто. Но ключевое это нанести поражение. Вот. У него 68 хп. Прямо все солидно. Мощно. Так, ты у нас кто? Ты у нас щитовик. Ох, нифига. Неожиданно, кстати, смотрите. Она совмещает в себе два класса сразу. Щитовика. Укрепляющий удар. Восстанавливает максимальную силу щита, колющего урона. То есть она обладатель хорошего щита. Уникального копья. Убийство лежачего персонажа. Убийство восстанавливает 15% от максимального уровня здоровья. Копье золотого волка. Вдобавка всему она лучница. То есть мы такого себе позволить не могли. Берберский лук. Четыре навыка активных. У тебя здесь выстрел в голову. Есть такое. Цель здесь голода, чтобы поразить цель за укрытием. Минус 33% точности. Плюс 50 урона по цели с эффектами оглушения, застрения и сбивания с ног. Отражается щитами. Выстрел с прицелом. Минус 10 ко всем сопротивлениям и урона. Изнемождение. И сокрушительный выстрел. Ну это приглазить к месту. Надзор есть. Но это надзор, когда пытается атаковать именно быстрый выстрел и обстрел. После каждого выстрела по цели, персонаж восстанавливает очко действия. Точно снижается на 33. Хм. Обстрел. Это у какого класса? У снайпера, наверное. Я просто не припомню такого. Ладненько. Выставляем наш заслон. Выставляем наш заслон вперед. Опять же, мне Фродо тут больше пригодился бы. Как ни крути, но Фродо бы сыграл лучше эту роль. Так, внизу еще один чувак у нас есть. А тут вообще бойцов полно. Но самый простой способ это вот его убить и закончить битву. Кстати, у нас есть костер. В теории мы можем этим воспользоваться. Давай. Лучница сюда. Ты сюда. Попробуем факел взять. Хотя с другой стороны. Факел если брать, то тебе. Можно тебе. Можно тебе. Пока что так поставил. Получилось. Мы застали их врасплох. Излишняя самоуверенность приведет тебя к поражению, Армаксан. Сперва убей их всех. Я буду ожидать тебя. Уда. Дураки. Секура. Нам нужно сейчас же уходить за их безрассудственные деяния. Последует точно ответ. Нужно увезти отсюда. Хорошо, удержитесь мне подальше. Я тут ни при чем. Уничтожить всех врагов. В любом случае, кстати, похоже, нужно. Разбит на голову. А дым? Чтоб лучники не могли стрелять. А, это еще и отравление. Хм. Здесь дым и еще отрава. Так. Член клана успешно противостоит эффекту отравления. А вот Юли... Ну, благо тут есть местечко, куда спрятать ее. Увести. Чтобы сейчас отраву больше... Она отсюда, кстати, может их расстреливать. Тут это все же дым отравленный. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Давай, подбирай факел. С этой точки ты вроде бы сможешь атаковать. Выдвигайся на позицию. Так, а что... Получить смертельный урон персонаж. Так, это понятно. Небольшую рокировочку сделаем. А, кстати, к Калидии должен будешь ты подобраться. Так, все отравление снято. Ну, давай ты последний возьмешь. Пока так. Наверху ты нифига не видишь. Но в любом случае ставим сюда. Активный надзор. Но ты не поставишь сейчас надзор. Нормально. Но вот эта клетка, допустим, не считается атакой. Подрезать тебе, ахилл? Давай подрежем. Подрежем ахилл тебе. Цезо. Лучник далеко. Да. Один единственный лучник, который там, он очень далеко. Ну, попробуй. Привлечь его. Защита. Давай под защитой. Ты пока что ждешь своей участи. Ты уже стреляла. Ты ждешь. Но это тоже ждешь. Хотя, а ну-ка. В принципе, как раз тот случай, когда боевой рок. Он же пригодится сейчас. Поднять щиты. Да я знаю, ну а что я здесь могу сделать. Кричать пока бессмысленно. Можем. Конечно, пилун в тебя бросить. А, давай. Где ты учился так сражаться? Можем, если бы ты докидывал до него, было бы замечательно. Но пока оставим. Хотя, а ну-ка, давай факел. Почему нет? Свободное действие. Имеем право активно их сейчас поджигать еще, вдобавка всему. Ну ничего, лучник как раз там нормальное местечко использует. Они не убивают друг друга. Русь! Вот и все. Они идут в едином фронте, мы поступим так же. Он через 4 хода погибает. Так. У тебя метательный наши, кстати, есть. Есть еще уксусная примочка. Но мне кажется, она будет членом нашего отряда. Уникальным таким членом отряда. Снимает эффект отравления, кровотечения. Прилив храбрости к союзникам. Гарантирует. Он уже один обделался. Ты можешь, наверное, поджечь... Ну это кто у нас? Берсерк тоже. А, вот этого. Что у него за эффект? Сейчас. Из засады. Персонаж атакует первого врага, который окажется на соседнем гексе. Ммм. Любопытный эффект. Неукротим. Если персонаж пал в бою, он будет возвращен к жизни в начале следующего хода. Он будет неуязвим на этот ход, но затем умрет в конце хода. Еще мы можем дроп использовать. И пусть попробуют тут подойти к нам. Правильно? Хотя, в принципе... Здесь только две точки. Маловато. Это маловато. Девять четырнадцать. Берсерка. Ну, наверное, стоит шамана сейчас попытаться добить. Все. Отлично. Он никого тушить, никого спасать не будет. Ты в дозоре. В воодушевлении еще один ход будет действовать. Давай насмешку. Под защитой. Неплохой может получиться перк. Ну и вроде бы... Делать больше нечего. Дело было вечером. О, куда ты побежала, родная? Она отравленный, по-моему, использовала выстрел. О, а он берсерком тоже является, да? Все, ядовитый туман закончился. Ну, шаман поднимает одного. Этот умрет уже. Ну, шаман поднимаетесь. 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 так ты солдат рима соберись ну что такое бестия ты чё беси все этот пал не плачь родной родной не плачь все будет хорошо двигайтесь по прямой а гекс цели должен быть пустым цель должна находиться дальше чем в одном гекте но по прямом здесь либо суда либо суда ну с этой точкой он выйти не может вот отсюда он мог бы выбежать где стоит наш главный персонаж сейчас пока ему это не дано так это берсерк он выживет сейчас у тебя есть отражение тебя смысл сейчас атаковать на самом деле цель не видно цель не видно а вот этого добьем хотя опять его положили не окончательно на самом деле почему-то отсюда не можешь атаковать ты чё дружище но так не делается так не делается ладно вернись на позицию к сожалению только скользящий а берсерка в идеале надо было боевой урок использовать сразу и к твоему приходу готовится а ну-ка давай делаем так почему тебе обещают ударить пом 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 тебя не ударят все будет хорошо не переживай дозор пока выходи сюда и под защитой и под защитой а континюэн ему я Так, отлично Синерос О, подожди, опять у тебя лечения здесь нет Ну кто отменяет вот это лечение? Ну, хороший навык, обалденный навык Кто его убирает вечно здесь? 7-10 Ну давай Лучше толкнем, потом если что режущий удар Нам еще пригодится Хотя, похоже, не факт Не, факт Еще пригодится Ух ты, скользящий, смотрите как Уворачивается, не спящий ты, скользящий 10-12 Лук-то больше наносит Все, шикарно Этот еще начал бояться Поэтому тебя можно увести А бестии чуть поработать еще Ммм, кстати Родная У тебя же еще от костра остался И он сгорит точно Ну мы ищем ему кровотечение Но он восстанет Это берсерк Не стоит забывать В начале хода он Возродится Что ты не хочешь из-за спины тут бить? Вот, отлично Между ними ты видишь Ну, давай попробуем, ладно А если добить? А у нас сейчас и не осталось В принципе перков Чтобы его добить Лежачего Нам нужно добраться До лучника Чтобы он не стрелял До лучника может добежать Только бестия Чтоб он не прошел туда Он-то бессмертен сейчас Считай А вот и ты у нас Испугался, малыш А что у тебя Разбит на голову? Это обычный Подходи сюда Не добьет его Никак бестия Тогда Калида сделает это Вот и все Трус Ты в порядке или гад? Что случилось? Ну Я всегда знал Что выдающийся ум Изила Не доведет его до добра Но я и предположить не могла Что он зайдет так далеко Вероломные ублюдки Не переживай Мы их найдем Стоит отдать старику Изилу должное Даже меня им удалось обдурить Зато теперь мы хотя бы знаем На чьей он стороне Терпеть не могу Когда меня дурачат Я разыщу его разорванных куски Конечность за конечностью Слава нам построил засаду Но в следующий раз Мы будем сражаться На наших условиях Возможно нам придется Одолеть не только его Но и у Дада тоже Велика вероятность Что он вернулся Союз цитадель Павгилев Пока мы не найдем способ Избавиться То Дада До Изила нам не добраться Станет Медур на нашу сторону Или нет Нам необходимо Сразить Изила Иначе не видать нам Полной поддержки на самом Просто великолепно Ну и дела Так давайте для начала Где нибудь закрепимся Мы что нибудь придумаем Даже в составе своего Одного легиона Мы с вас особо много Да Не какого нибудь легиона А лучшего и опытнейшего Легиона Рима Мы сокрушим этих варваров Завоевание Африки Открыта новая тема Открыта новая эмблема Кстати новую эмблему Надо будет тоже Не забыть посмотреть Ух ты Посох Уникальный Второй левел У него тоже Вот этот круговорот Есть классный Каждый удар С вероятностью 20% Собьет врага с ног Здоровье Разрушение доспеха Дополнительный дробящий урон Разрушение доспеха Два Я знаю Синерос сейчас будет С этим доспехом бегать Ой Посохом Однозначно Вполне удачно Но тут залутать Вряд ли что-то еще нам дадут Потому что мы Ну в большей степени Так-то проходили Здесь смотрели И никаких Мне кажется разницы нет Через какую точку выйти Ну и все равно пойдем Через ту Которая Не отмечена сейчас Ну вроде бы все Погнали Ну сразу Синерос Дружище Римский посох 10-13-15 Да Здесь Ну 10-14 Водоворот Ну чуть-чуть лучше Хотя базовый Такой же 9-12 Толчок Тут тоже есть Тяжелый удар Ну чуть лучше Широхий замах Есть еще Добавок ко всему Кружащая атака Кружащая атака 15 Наносит врагу 5 ударов Каждое попадание наносит 20% урона от оружия Отнимает одну единицу А что кружащая здесь Наносит врагу 5 ударов Каждое попадание наносит 20% урона от оружия Почему здесь 10 Кружащая атака Я не пойму Кстати Весь урон лучше Но вот именно Кружащая атака Почему-то хуже И здесь мерзавец какого фига тебя удары включены вместо лечения так посох мы оставляем на водоворот влияет на всех персонажей поблизости можно нанести урон союзникам но оставим пока что посмотреть что это из себя представляет широкий замах мы уже видели вообще единственный минус кстати этого посоха здесь нет удара из-за спины скажем так за две клетки то есть это посох ближнего боя большей степени такой минус есть минус есть у этого орудиям труда а и только эти наши второстепен они дионировал десятый получила максимальной силе щита убирает все единицы прочности но это на следующий ход давай здоровье тебе добавим бегом-бегом-бегом предатели не ждут уйти пум-пум-пум-пум-пум но легиону сейчас работы будет многом хотя мы перебрасывали его вот сюда пройдет ли он по земле спокойно похоже пройдет сейчас по земле врага прям преспокойненько пройдет проведите сестру бести в лагерь завоевание африки ну воссоединение семьи как раз легион вон будет рядом сейчас мы плюшку пойдем заберем пока торговый пост вы проходите через небольшой торговый пост представляющий собой скопление палаток вокруг колодца здесь путешественники и купцы встречаются для обмена товарами и слухами остановившись чтобы дать отдых лошадям вы и ваши спутники прогуливаетесь по небольшому лагерю и пытаетесь найти какую-нибудь любопытную информацию фортуна благоволит вам сегодня один из купцов делится слухами несчастье постигла ваших врагов поистине лучшие слухи из возможных выяснилось что вражеская армия стоявшая гарнизон на форпосте юго-западная киринайка пережила разрушительный мятеж разделившись надвое во время ресталища стороны почти полностью уничтожили друг друга немногие выжившие разбежались по пустыне форпост юго-западной киринайки теперь стоит пустой и ждет пока его захватят но я так понимаю это вот этот вот пост хотя ну это юго-восточные все-таки части я назвал бы но если а так кстати на карте тут должен быть север-юг не во время сражения есть здесь координата и не видно ну ладно проверим сейчас вражеское передвижение сегодня вы довольно быстро продвигайтесь ваш отряд решает ненадолго становиться в небольшом поселении дороги едва вы успеваете спешиться как вам подходит двое ничем не примечательных мужчин приближившись приближившись они снимают капюшон и выясняется что-то римляне экспола эксплураторы из легиона викторикс тот что постарше почтительно приветствует вас и отчитывается о том что они наблюдают за бербельским войском цель нападения станет тазирбу отправить одного из наших предупредить давай цвета цвета дры то давай но мы как раз сюда перебросили легион так что у него все хорошо мы как знали что он пригодится но в любом случае пригодился бы мы сейчас начнем захватывать а нападение позволит нам рабов раздобыть ты ночью старый раб легата пришел в казармы и готовил нам еду я вам доложу он наверное неплохо готовит применение применение творить чудеса с военными пайками так а здесь два торговца уже ну-ка а в легат найдете минутку доброго дня легат почти за честь поговорить с тобой меня зовут собини усин до прошлого года я был с префектом проконсула ты был префектом лагеря я не помню тебя в греции я был там но нам не довелось пообщаться не успели мы увидеться как тебя уже поставили командовать викторикс как ты добрался до нас я ушел в отставку перед смертью укла услышав о случившемся я понял что должен найти тебя у меня много друзей среди берберов они не согласились помочь мне добраться сюда ты дружишь с игнацием насу мы с ним давние знакомые общались когда занимались делами своих регионов но он мне ничем не обязан и я ему тоже но зачем ты прибыл сюда скажу откровенно ты отличный командир и верный наследник луку но несмотря на все свои победы тебе до сих пор не хватает опыта ты проводишь много времени со своим контубернием участвую в стычках обязанности присущие легата перепоручаешь другим я этим восхищаюсь как и бойцы но если простишь мне мою дерзость тебе следует больше заниматься тем что вдохновить солдат и пробудить в них чувство братства а я всегда открыт предложением старайся стать лучше расскажи мне что ты задумал рад слышать думаю в том числе это и привлекло тебе руку по моему мнению тебе нужно знание штандарт который можно возникнуть на поле боя чтобы собирать вокруг него бойцов я могу научить тебя как сделать знамя во славу марса такой символ способен изменить ход любого сражения да мне кажется это полезный урок разработаешь для меня чертежи да но взамен попрошу плату я так и не получил от легиона полную пенсию теперь с этой войной я уже вряд ли получу у меня жена и дети легатых надо кормить предложить на это нужно если пафос я дам тебе 1000 динариев чтобы ты обустроил все и пустил в рост такой суммы ты ожидал давай очень щедро с вашей стороны легат это очень помощь мне спасибо я нарисую чертежи по которым можно будет сделать особый штандарт вроде того какой-то вдохновляет нас когда я сражался за примет тебе останется лишь отдать чертежи кузнецу чтобы тот изготовил фигуры для штандарта это вот наверное как в школе гладиаторов да он ставил и это все что ты намерен делать дальше проведу здесь ночь поприветствую старых знакомых а потом вместе с друзьями отправлюсь домой и желаю безопасно добраться до дома а я желаю тебе славной победоносной войны эти земли прекрасные но суровые это я много пусть ум твой остается остерок и возможно однажды мы увидимся вновь а вы наслышали на тебе героя легиона позволь представить мое имя спурицы пикает экстрадинарный торговец и поставщик чудесных предметов а я и так знаю на самом деле я знаю всех значительных людей в легионе лично личные взаимоотношения полезны для бизнеса но хватит бессмысленные болтовни уверен что у тебя и достаточно важных дел скажи мне что я могу для тебя сделать почему торгуешь здесь тебе определенно неизвестны законы торговли позволь мне просветить существует три необходимых торговцу вещи местоположение 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 какие товары ты продаешь я могу предоставить все за что люди готовы платить лучшая еда лекарства такие эффективные что могут воскрешать мертвых и конечно же самых красивых рабов которых можно купить за деньги но важно место для хранения разумеется чем больше места тем больше интересов товаров я могу запастись а значит возможно могу предоставить скидку своим самым преданным покупателям рабы у тебя есть у тебя пайков в избытке говоришь да по рабам у тебя равенство муки пока тут всем а где твоя прошлой ночью ты пропустил посиделки с гладиатором при этом лига из мавритании это бесси откровенно бесконечный источник удивительных историй скажу я тебе спроси его как-нибудь про арену не пожалеешь лекарь прямо рассказывает истории чудесные но это вот как раз с тобой поговорить а легать помоги мне мне нужно снова найти мой сестру она пропала ты знаешь куда она могла пойти ума не приложу как она покинула лагерь она слепа похоже у нее к этому талант зачем ее ходить она же наконец получила свободу ты всегда думал что она хочет свободы бестия но возможно это не так для того кто никогда не знал свободы нет и не воли да я и вправду никогда об этом не задумывался я знаю что делать я найду и убью ее это единственный выход что почему так решил я многое понял о жизни из разговоров сенера сенера счастье это отсутствие страданий радость это отсутствие боли я не могу подарить ей несчастья не радости но по крайней мере смогу прекратить боль и страдание я не об этом бестия по крайней мере я так не думаю я сделал такой вывод из твоих слов не делай этого пока она жива она еще может однажды избавиться от страданий начать жить полной жизнью но если я позволю ей жить она пропадет она умрет не выдержит страданий по крайней мере она умрет желанной смерти не лишай ее этой свободы хорошо она вольно страдать как и я получил способность покладистый да да там так ты значит у нас серп покладистый до двора лучше в два раза лучше выполнишь все поручения которые одобряешь так трофеем эмблема легиона цвета эмблема притера цвета приты ну в принципе тут ничего такого по улучшениям пока тоже голяк но мы сейчас новое завоюем и будем уже развиваться и привет как думаешь небесный двор может послужить подпостом удача что мы прибыли во время этого фестиваль или что это все важные люди собрались в одном месте но помню что земли принадлежат им небесный двор это неконтролируемый центр деятельности невозможно сказать что приходит кто уходит и каковы их намерения ну вот мы начали захватывать эту землю но здесь все будет не так просто конце концов это не малайзия африка уже была под властью рима но местные жители не оценят более твердой руки чего-то требует военное время боюсь что в определенных случаях снова потребуется твое личное вмешательство а каких именно случаях ты говоришь в этом регионе африки так много племен что я даже не думаю что у нас хватит цифр чтобы пересчитать регион силен но немного похож на молот секста иногда для решения деликатных ситуаций требуется приложить меньше усилий мне кажется это входит в обязанности центуриона и не сомневаюсь что ланджа может заставить замолчать любых недовольных аборигена не все согласны с решением ланджи встать на твою сторону главных вождей можно поставить на место на поле боя но кое-кто все равно будет продолжать бунтовать а еще хуже если кто-нибудь попытается стать народным героем такие небольшие мятежи необходимо подавлять немедленно хорошо поставь меня в известность запомнили год если мы не позаботимся о беспорядках мы не сможем контролировать территорию которому захватили кстати как там по численности мы практически достигли полной силы отлично в этом плане все хорошо я готов отправиться в путь кажется без неприятностей мы уже не может мы похитили царицу египта которая еще и богини и заточили в тюрьму ее муж фараон который так вышло тоже бог видимо это люди и имеют ввиду когда говорят что ты любишь браться за дела себе не по плечу теперь на нашей стороне законная правительница египта когда каждый сражается за себя нужно заключать союзы так это работает на арене но иногда когда ты в союзе ты забываешь что победитель может быть лишь один ты думаешь нам предаст нас и глазом не моргнув если понадобится союзник всегда может стать врагом лучше убивать своих союзников прежде чем им выпадет такой шанс или чем им выпадет такой шанс кажется хоть кто-то да сочувствует нашему делу пока берберы сражаются друг с другом нам будет легче победить но не забывайте сочувствие временно а страх вечен но страх ненадежный инструмент управлять страхом это искусство ему нужно учиться учиться нужно всегда кстати а ну-ка давайте с наставником поговорим вдруг у него тоже какие-нибудь интересные реплики появились а вы лига не желаешь ли ты со своими претарианцами потренироваться ты наверняка один из лучших бойцов легион не хочешь ли ты присоединиться но это я тебе предлагал же легион это для риме какой насам тем что-то на самом читать на самом насамон ты знаешь что к нашли калиде я испытываю лишь любовь и уважение но ты не спрашивал меня а где она была последние несколько лет она как будто исчезла как только мы вернулись время и вернулась только когда понадобилось лукову она говорил что ей не нравится время и почему бы интересно что руд юлиев тянется до самых основателей рима кому там радоваться так это ей я доверяю ей насколько вообще разумно доверять такой одаренной шпионки но она что-то от нас скрывает чем я могу помочь теперь на нашей стороне богиня верно потрясающая женщина красивая и властная говорят еще и не замужем я не стал бы оскорблять женщину и положение добивая взаимности к тому же вряд ли бы я потом выжил кажется мы обзавелись тут неожиданным союзник должен сказать я впечатлен их небесным двором встреча походила на упрощенное подобие нашего сената и все же наши новые соглашения меня беспокоит если сражаешься в чужих войнах награ должна быть пропорционально жертвам но он тут девятки конечно у нас восьмерки но новичков платить вот это вот сейчас переплачивать прилично можно в итоге каждый раз оружие они не сдают который мы выдавали мерзавцы поэтому в любом случае нам сейчас нужно было нанимать старых хотя бы разочек о чертеж штандарта марса это как раз расходняк тоже я вообще думал это как способный штандарт штандарты марсом я целый день пью словно бегмот и почти ни разу не помочился куда все влага девается так ну давай расходняк расходняк штандарт о статуэтка марса грядущего суровая железная статуэтка есть ее украсить штандарт несомненно укрепит решимости хримлян находящихся рядом с ней а где эту статуэтку мне найти слышь я тебе заплатил тысячу вернись 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 мерзавец дай нам статуэтку так завоевание африки пока единственная миссия навыки сразу раздадим прежде чем должности пойдут в свои выполнять так обстрел 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 обстрела такого я не вижу а вот хотя и охотника обстрел есть начать сражение с двойным количеством очков перемещения для двух первых ходов убийство цели более чем 12 гексов восполнять заряд случайно выбранного навыка обращения с оружием поддержкам цель провоцирует атаку в подходящий момент как если бы она двинулась там двоих может допустим если рядом наши стоят поддержку и они ее собьют прикольный навык полезны так сагитарий вот тебе можно обстрел найти слабое место мы уже до лагеря добрались а ты еще нет что там делаешь назначаем хотя в оружейную смысла нет тебя и все пока так выходим легион сейчас будет захватывать различные объекты на карте мы собирать объекты на карте задачи пока что есть у всех дороги до дорог нам еще далеко ну давай вот сюда а я почему не могу дубильню сейчас здесь попытаться захватить вопрос как-то как-то ну странненько ты сюда я могу отправить сейчас легион а захватить дубильню нет окей в принципе времени я думаю хватит попробуем атаковать for пост тут небольшой у них ну сохранить силы лучше всего либо ты либо ты ну давай фланг доме нас скорее хотя давай залп из катапульт в принципе все они уже разбиты можем занять глухую оборону лучше теперь свой боевой дух все докачал кавалерию докачал молодец чуть боевой дух просел по проверкам он недопроходил рабов всего лишь двое задействуйте ваш легион так легенда призрачной армии солнце неумолимый враг господствующий на безоблачном небе безжалостно печет дорога ведет вас через небольшое поселение посреди которого находится спасительный колодец ваши бритварианцы просят передышки небольшой отдых никому не повредит сможете спешиться и наполнить свои фляги вы спешиваетесь и привязывайте конейк за ксоши пальме когда вы входите в поселение одна из дверей со скрипом открывается на пороге показывается древняя старуха ее многочисленные морщины складываются в теплую улыбку она приглашает вас внутрь чтобы укрыться от жары и предлагает еду и питье в обмен на компанию очень великодушно с вашей стороны не вижу причин для отказа ее дом невелик но она настаивает чтобы зашел весь ваш отряд вы собираетесь в тусклой комнате окна которые закрыты ставнями дабы не палило солнце женщина выносит немыслимое количество кушаний запах экзотических специй вскоре наполняет комнату пока вы и ваши люди пируете женщины расспрашивают вас о путешествии но разведчики знают что лучше подобную информацию не разглашать несмотря на это старуха явно радуется гостям начинает рассказывать вам историю о давней битве она повествует о временах когда по этим дюнам ходили римляне а ее дед сражался с ними в битве берберы уступали числом но в момент когда два войска должны были столкнуться позади армии берберов поднялась песчаная буря приняв песчаную бурю за берберскую армию римляне отступили победа в тот день была за ними сильно в этом сомневаюсь римские полководцы знают разницу между песчаной бурей и марширующей армии армия то было или нет но отступив римляне поступили мудро песчаная буря во время битвы недоброе божественное предназначение какой удачным поворот событий для берберов как хитро они им воспользовались быть может из этого можно извлечь урок старуха улыбается довольная тем что вы сочли ее историю полезным пока вы заняты размышлениями несколько ваших притерианцев задают ей вопросы и разговор уходит в другое русло ее история остается вашей памяти даже после того как вы покидаете ее дом садитесь в седло и уезжаете из поселения вы понимаете что в этой старой байке действительно сокрыта военная хитрость велеты обычно размещаются перед армией чтобы скрыть ее численность от врага но в этих землях они если оттянуть часть войск за линию фронта вы сможете поднять столько пыли что армия будет выглядеть в два или три раза больше изучена тактика уловка с призрачной армии ухты прикольно новая тактика действительно это лавку может оказаться катастрофич может оказать катастрофический эффект на моральный дух противника возможно вам стоит как-нибудь и воспользоваться да как-нибудь воспользуемся однозначно я думаю так что у нас по воде пока что есть ходить по воде не собираемся да ну тут благо легион сам мог справиться а теперь в любом случае легиона нужно возвращаться потому что атаку мы можем не успеть отбить ну да уже сейчас выступает армия откуда только я не вижу но это уже не столь важно письмо от ланджи в дороге вас нагоняет курьер на лошади передает письмо от ланджи но опять же миссии какие-то появляются все равно будет также в малайзии легат я надеюсь это письмо застало тебя в добром здравии как ты знаешь несмотря на все успехи которых мы достигли стремясь к власти над носоманами удат по-прежнему всячески нам досаждает отдаю ему должное этот человек куда умнее чем казался ему по сей день удается ускользать от моих шпионов и оставаться недосягаемым но не бойся мне кажется я нашла слабое место в его защите если мы найдем место где он прячется будет правильно заставить его выйти из убежища я уверена что ты согласишься со мной как только вы слышишь мой план целиком прошу встретиться со мной на небесном дворе при первой же возможности золотая волчица эээ подожди так переход наступление новая цель встретиться с ланджай ну сейчас мы тогда ее и активно и сделаем пока что эту миссию не 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 разворачиваться не надо ты чё дойдем уже до сюда воды у нас как пока хватает если что здесь в оазисе а где там армия наш вышла уже откуда-то а на карте я не вижу чтобы какой-то объект враждебный маршировал в нашу сторону а она прям рядышком был где-то прям рядышком было шансов выжить но в принципе давай у тебя и выжить и легион ты сохранишь неплохо погнали ведь форме сша у юс подсистит айлак а а рассредоточиться защита игрока вражеский боевой дух защита игрока агрессии игрокам давайте вот так держаться поддать пример прислать подкрепление ладно давай чуть боевой дух победа береницу повозок смысла нет риск вернувшиеся легионеры а риск для командира уменьшить можно было бы если бы там давай боевой дух просто поднимем еще пару рабов как раз собрали ну что теперь надо захватывать прочие земли железный рудник атакуй почему здесь не ты не можешь пройти не пойму давай тогда водички собери по пути работорговец путь он преграждает перевернувшиеся повозка колесо судя по всему завязыв в песке низкорослый человек кричит что-то на непонятном вам языке он говорит по-гречески господин похоже это работорговец рабы пытаются подтолкнуть повозку но безуспешно а господин тем временем беспощадно лупит их посохом приказать одному из своих людей поговорить с торговцем с сенеров какое-то время беседует с торговцем вы видите как выражение лица человека медленно меняется с дружелюбим на отвращение с возвращением на замешательство наконец замешательство на ужас затем торговец испускает крик и убегает сенеров скивает и улыбается явно довольны собой рабы не уверены что будет с ними дальше и забегают смотреть на вас ну давайте забрать себе 38 штук кстати ваши претарианцы быстро окружают рабов и забирают их в ваш отряд теперь у них есть новый господин конечно интересно с другой стороны посмотреть что еще было бы если бы их отпустили и вот в таких заданиях очень важно кого мы отправляем туда даже помните мы когда одного бойца отправляли лазить он говорит а ты уверен что я справлюсь братан ну и он упал и разбился все таки более ловко он нужно отправлять здесь ну здесь было очевидно кого отправлять здесь было все очень просто ну давай попробуешь ты биби защита черепаха каре рассредоточиться давай каре вражеская конница атакует держаться средняя вероятность выживания агрессии игрока ничего агрессии численность к сожалению полностью армию не разобьем ну давай попробуем поднять правда мизер вообще поднимается рима ведь ты все-таки максимальный дал легендарный так отлично копье первого левела к сожалению фигня вон глади зато второго есть критический урон минимальный база максимальный базовый думаю глади вот как раз кому назначить мы сейчас найдем рабы 12 штук рабов у нас сейчас достаточно легион же должен вернуться для начала до нет и пока опыт собирай кто прокачался триарий атака с эффектом оглушение застреление сбить с ног восстановлю 10 процентов здоровья если атака убивает врага очко восстанавливается безрассудство это активный навык базовый урон удваивается ну давай вот это возьмем пассивка хорошая решающий удар марк аврелий ну попробуем тебе дуэль цитам мститель давай бег быков фродо 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 давай вернуть к жизни ну а с вами мы потом поговорим что касается мяча то здесь у нас ну вон 11 10 17 да обещают в принципе в любом случае текущий мой меч лучше 10 6 ну ну чуть получше наверное твой сейчас уберем хотя ну хук щитом прикольный 6 10 6 можно все таки выдать будет меч ну либо тебе либо цити 7 8 8 да конечно глади уже получше щит а кстати щит сразу заменить в любом случае вам очень скоро придется участвовать в драках очень скоро самое ближайшее время так легион ты вернулся же уже по-любому дубильню 15-9 30 часов о на в леденном еще сбегать надо а ты отсюда каждый раз бегаешь да награда по еде у тебя в любом случае лучше перебросить будет суд сюда сейчас мы к легиону подойдем кружной путь день прошел без происшествий по крайней мере до тех пор пока дорога которые вы следовали не растворилась густых зарослях и выступили на территории дикой природы вы советуетесь с притарианцами решайте идти дальше ведь возвращение назад может стоит вам дня пути а то и больше разумеется на этих землях дикая природа не всегда то чем кажется уже довольно скоро вы слышите громкий треск и жалобный крик боли синерос попадает в давным-давно оставленную кем-то ловушку похоже в лагере все равно нам придется остаться хотя легкая его друзья помогают им без труда освободиться из ловушки травм он получил не слишком серьезную но одной перевязкой ноги тут не отделаться вашем деле об отдыхе можно лишь мечтать но он сам себя может даже подлечить в этом деле давай хотя давай пока в обсерваторию сбегаем легион ох реально смотрите каждый раз посещаем и какую-то плюшку нам дают сопротивление яду сопротивление рубящему колющему знак вала неплохо ох лук еще и хорошая точность и огненные стрелы есть выстрел в голову вполне возможно сейчас мы нашей коллиде заменим 48 осталось 2 лук точность хотя точность 11 тоже критически пятера здесь шанс критического удара 10 и минимальный базовый дополнительный колющий 2 то есть 12 13 12 13 12 13 наверное все таки лучше заменить этот как бы повыше классом в теории с особенностями но что две особенности но мелочи у нас есть еще кому луки выдать так дикий кот в пути по пыльной пустыне ваше внимание привлекает коротко шерстный код сидящий на камне он наблюдает за вами со скептическим взглядом попытаться погладить кота оставить ему угощение вы оставляете коту немного еды он одобрительно мяукает большой радости ваших претерианцев так легион отправляем сюда посетить дам заходим раненые воины будут медленно восполнить здоровье пока легион расквартирован гарнизоне ну наших сейчас работы полно сбегаем сюда о давай сейчас тактики по-любому уже готовы вражеский боевой дух ранения численность врагам пока вот новая не появилась карточка с пылью да ее можно здесь поискать где-то ну не так интересно интриги не посмотреть конкретно какие там эффект для улучшения нашей палатки это хорошо мне кажется все таки будет там тема в плане возможности как-никак давай построим боевой дух врага подорвать ну чтобы увеличить количество обновлений за каждое назначение вот и все мы восстановили все что можно эй лавы бой лавы бой лазер бой так бестия ну-ка может как-то местечко изменим забавно что она теперь у нас в палатке ошивается теперь это ее место ее . синеросе сети назначу ну ты самолечением занимаешься ну ладно занимайся не хочешь снимать это вот твое самолечение авал 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 в мастерскую идешь дальше и где вот она хотя подожди сейчас мгновение буквально нам же их нужно прокачать с агитарий у тебя оптимальная захват территории поддержка давай поддержку надежность скользящий удар восполняет потраченные очки действия здесь удар наносит двойной урон блин боец прикольный перк в этом плане помочь может неплохо авангард всех вас прокачали на что касается инвентаря 8 по 8 12 9 12 но здесь точность меньше 1417 офигеть у нас калида поменьше наносит то есть у него выстрел очень очень хороший дальность точность лучник так это неплохой что касается меча пока я помню у тебя гарпа восьмера не это получше конечно это прям получше я даже забыл что тебе выдал меч уникальный цито двенадцать ну и у тебя тоже покруче меч так ты и меч никому не нужен удивительно но факт сопротивление рубящему и колющему давай медальон тебе движение плюс один сопротивление колющим шанс критического удара а где второй максимальная концентрация но тебе в любом случае лучше заменить движение плюс один у нас если что вот этот банник получит шанс дополнительного критического удара банник практически как банник ну у него хорошая должность в армии да воюет редко практически все время париться в банке просто в банке париться и наслаждается жизнью человек палатку легата тебя не назначил прям идеальная служба опять забыл там же можно было ближе выйти ну ладно идеальная служба в армии ну минимум каких-то задач максимум наслаждений еще и дам помните в греции мы там из поселения отправили и у легиона поднялся боевой дух а ну что сразу можно определить также задачу легиону ну там допустим легион временно недоступен а где легион а легион отправился на охотничьи угодья сейчас он быстро там сделает вражеские передвижения угу угу направляется к вам собралось воинов сейчас они движутся туда где находится тазербу цита ты у меня этот посыльный тазербу тазербу готовится здесь но мы успеем захватить одну точку еще без проблем легион сейчас добежит мы отправим его выполнять эту боевую задачу там еще кстати сельхоз угодья потом в перспективе надо будет контролировать но успеем и на сегодня пока завершим серию друзья мои вот как то так всем добра пока 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 пока